Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Кристина Куща и в начале коротко о главных темах. Судимости штраф получил житель Каннска за поддельное водительское удостоверение. Документ он приобрел через интернет, который получил курьерской службой. С 6-7 лет ребенок может научиться тому, чему мы обучаем ребенка в школе во втором классе. Руководство дошкольных учреждений всей восточной зоны края приехали в наш город. В детском саду номер 15 для них подготовили множество необычных и увлекательных мастер-классов. Очень хорошо. Я даже в них сейчас и поеду уже. Вот так вот. Зима на пороге, поэтому уже сейчас пора приобрести теплую пару обуви. А сделать это можно на выставке-ярмарке белорусской обуви. Судимости штраф получил житель Каннска за поддельное водительское удостоверение. Несмотря на то, что ему удалось ими воспользоваться только однажды, мужчина за рулем Хонды ЦРВ попал в поле зрения экипажа ДПС. После остановки он передал инспекторам поддельные права. То, что документ фальшивка, правоохранители заметили при сверке водительского удостоверения по федеральной базе. Так как фотография, размещенная в информационной системе, не соответствовала образу настоящего автомобилиста. Кроме того, документ за указанным номером был выдан на человека с другими данными. Но водитель объяснил, что пару лет назад на законных основаниях сменил свою фамилию. Но после экспертизы, на которую и отправили документы, исследования показали, что изъятые права являются фальшивыми. И были изготовлены не производством предприятия «Гоззнак», а напечатаны на обычном цветном лазерном принтере. Как оказалось, житель Каннска приобрел права через интернет, получил их курьерской службой и оставил до лучшего момента. Но так называемый «лучший момент» пришел вместе с уголовной ответственностью. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он признан виновным в инкриминируемом деянии и оштрафован на 15 тысяч рублей. Если данный случай не станет для него уроком, необдуманный поступок может привести к одному году лишения свободы. Дошкольные учреждения всей восточной зоны Красноярского края на один день собрались в Каннске. В детском саду номер 15 для них подготовили множество необычных и увлекательных мастер-классов. Подробности расскажет моя коллега Юлия Олейникова. Можно поставить патику. Можно поставить патику. Пойте пять. Режение, которое... А, можно было бы уходить. А, можно было бы уходить. Вот это там. Под руководством уже опытных педагогов Каннска воспитатели и заведующие из других детских садов с удовольствием открывали для себя новые методики, которые впоследствии вполне возможно ведут и в своих учреждениях. Большинство мастер-классов были по конструированию, так как 15-й детский сад является региональной инновационной площадкой по инженерно-техническому направлению. Например, на одном из занятий педагогам предложили попробовать себя в робототехнике. Вы знаете, мы на сегодняшний день работаем над развитием данного направления, но на практике я сейчас попробовала, наверное, больше. Вот эмоции, которые я сейчас пережила, я хочу принести в свой детский сад своим воспитанникам. Я даже не думала, что сможем собрать такой самокатик, который сам поедет моими руками с помощью вот таких, казалось бы, легких технологий, которые доступны для каждого ребенка, для школьника. Внимание гостей также привлек мастер-класс по ментальной арифметике, так как, по сути, это отличная возможность научить детей считать довольно интересным и легким способом. Позволяет подготовить детей к школе, научить раскладывать числа, позволяет состав числа, чтобы они визуально представляли. Когда ребенок знакомится с абакусом, он потом может визуально представить его, ну то есть не обязательно видеть его перед собой, он его представляет и визуально начинает просчитывать любые примеры. Абакус – это прибор, который позволяет детям считать, двигая косточки и получая при этом числа. Ментальной арифметикой я заинтересовалась уже давным-давно, а сегодня на практике я ощутила, как это реально и доступно для ребенка. С 6-7 лет ребенок может научиться тому, чему мы обучаем ребенка в школе во втором классе. Само мероприятие позволило воспитателям со всей восточной зоны обменяться опытом. И кроме того, таким необычным действом 15-й детский сад отметил положительные моменты, которые произошли в учреждении в этом году. Мы этот год начали с самого хорошего, когда мы открыли два помещения. Это музыкальный зал, в котором мы находимся, и центр конструирования, который вчера был открыт для детей, для возможности выразить свои конструкторские особенности, способности детей, для творчества. Как отмечает заведующая детским садом и ее коллеги, подобные мероприятия – это настоящий глоток свежего воздуха. Особенно если учитывать, что со времен пандемии живые встречи педагогов происходят крайне редко, в основном в дистанционном режиме. Естественно, кроме новых знаний, участники получили массу впечатлений от общения друг с другом. Юлия Оленикова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Прямо сейчас вас ждут новости Каннского района. А сразу после небольшой рекламы смотрите блок коротких новостей. А также мы расскажем другую полезную информацию. Не переключайтесь. В Филимоново высадили более 300 саженцев сосны. Жители села присоединились к акции «100 добрых дел» к столетию Каннского района и высадили на территории села более 300 саженцев. Деревья были представлены усольским лесничеством Тосеевского района. Сосны появились у школы, в парке «Мечта», у памятника воинам и у стадиона «Юность» и рядом с банком. В акции поучаствовали учителя и школьники, совет ветеранов, представители администрации сельсовета и станичного казачьего общества «Канское». Высаженные сосны станут символом благополучия и порадуют земляков и гостей своей зеленью. Администрация Каннского района снимает фильм к столетию территории. В 2024 году Каннскому району исполнится 100 лет. К этой большой и знаковой дате начали снимать фильм «Путешествия по нашему любимому району». Побывали у Марии Петровы-Штрудовой, которая в молодости работала в Таркском месторождении «Моноцита» в Таежном. В свои 93 года она бодра, поет частушки и играет на балалайке. Если вы хотите поучаствовать в съемках, можете обратиться в сельские библиотеки, дома культуры или клубы. Вам подскажут, как стать героем фильма «Путешествия по району». Семья Павла и Галины Васильченко из Бражного побывала в Москве, куда их пригласили как победители всероссийского конкурса «Семья года-2023». Вот как сами Васильченко рассказывают об этом событии. В столицу съехались лучшие семьи со всех уголков нашей страны. Вечером прошла долгожданная церемония. Многие семьи были в национальных костюмах. Напомним, что Васильченко поучаствовали в региональном этапе конкурса «Семья года» и вышли в финал. Отметим, что Васильченко – единственная семья из Красноярского края, вошедшая в число призеров конкурса. Всего Оргкомитет рассмотрел 384 заявки от семей победителей региональных конкурсов, выявив победителей в различных номинациях. Движение первых Каннского района поучаствовало во всероссийском проекте в гостях ученого. Ребята побывали в АО «Каннская сортоиспытательная станция». В Степниках школьники посетили телятник и увидели, как выращивают телят. Их там более тысячи голов. Также ребята посетили цех по подготовке молока для кормления. Рубрика подготовлена по информации Пресс-службы администрации Каннского района. Магазин «Столица» ценит своих постоянных покупателей и в знак благодарности приглашает одеваться всей семьей. С 1 по 31 октября на весь ассортимент действует скидка 10% за наличный расчет. У нас вы найдете товар на любой вкус и цвет. Наши адреса – торговый центр «Кортертур-2», «ЦУМ», а также торговый дом «Восточный квартал». Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропал! Сейчас нашим миром прервано! Требуется новый провайдер! Надежный интернет и легендарное телевидение от «Реон Телеком». Для самых чрезвычайных ситуаций. Детская стоматология «Дентоша» едет в город Каннск. Квалифицированные специалисты ждут маленьких пациентов 28 и 29 октября. Детские врачи-стоматологи из Красноярска проведут консультации по лечению во сне под общей анестезией. В клинике «Ассоль Ден» по адресу улица Краснопартизанская, 63. Обязательно предварительная запись по телефону 8 391 210 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Детская стоматология Детская стоматология Красноярский экстренно сел самолет из-за дебошира. Накануне «Боинг» совершал рейс из Владивостока в Москву. Спустя несколько часов полета 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из приморских частей потребовал открыть ему дверь самолета. Бортпроводникам не удалось его успокоить, и тогда мужчина направился в кабину пилотов. В этот момент командир судна доложил на землю о проблемах на борту и принял решение совершить посадку на запасной аэродром в Красноярске. Полицейские сняли мужчину с рейса. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на пятом канале. Несмотря на то, что осень продолжает баловать теплыми днями, зима на пороге. Уже сейчас пора приобрести теплую пару обуви. А сделать это можно на выставке-ярмарке белорусской обуви. Там представлена новая зимняя коллекция. Осталось совсем немного времени до того момента, как в город придет настоящая суровая сибирская зима. Важно в это время позаботиться о комфорте и самое главное – здоровье. В Каннске уже не первый год работает ярмарка белорусской обуви. На выставке можно легко подобрать обувь людям с проблемной ногой. Например, вальгусная деформация стопы, широкая нога, косточки или же высокий подъем. Наша уникальная зимняя обувь сочетает в себе стильный дизайн и натуральную шерсть ягненка, которая сохраняет тепло и согревает любые морозы. Также шерсть не вызывает аллергии, улучшает кровообращение и облегчает боль в суставах. Вверху имеется либо резинка, либо замок – это для тех, у кого широкая голень. Подошва двойная. Верхняя часть – прочный каучук, который снимает нагрузку при ходьбе. Нижний слой – антилед. Препятствует скольжению. На выставке ярмарки белорусской обуви уже представлена новая зимняя коллекция, которая обновляется еженедельно. Поэтому каждый найдет свою пару обуви. Горожане уже давно не сомневаются в качестве данной обуви и с радостью возвращаются на ярмарку, как только начинается новый сезон. Был до этого. Мне понравилось. Ну и цена приемлемая. Ну, сегодня бабушку уговорил, приехал и купил. Вы знаете, как будто для меня батька шел. Это же белорусская. Очень хорошо. Я даже в них сейчас и поеду уже. Вот так вот. Сейчас на выставке представлена новая зимняя коллекция. А это ботинки, полусапожки и сапоги. Можно подобрать пару как старшему поколению, так и молодежи. Весь ассортимент изготовлен из качественных и натуральных материалов. Особое внимание заслуживает широкий размерный ряд. Женский от 34 до 44 и мужской от 40 до 49. Ярмарка находится в торговом центре ЦУМ по адресу улица Московская, 55. Время работы с 9 утра и до 6 вечера. Успевайте приобрести удобную пару обуви, ведь выставка продлится до 29 октября. Если вы в поисках качественной и удобной верхней одежды и обуви, то вам стоит обратить внимание на белорусскую ярмарку, которая с 23 по 25 октября будет работать в нашем городе. На ней будет представлен широкий выбор обуви, в том числе и для проблемных стоп, а также финские пуховики, куртки, ветровки и плащи. Стильные в тепле, готовы к зиме. Фабричные финские и белорусские. Дубленки, куртки и пуховики из натурального меха, кожи и овчины. А еще та самая. Знаменитая модель канадская Аляска. Внутри у нее идет термоподклад, благодаря которому вы не спотеете в помещении и не замерзнете на улице. С такой и в осень, и в зиму. Для любой погоды и ботинки. Они же, смотрите, утепленные, там и дождь, и слякоть, да, все вот будет, все красиво должно быть. Чтобы шагать уверенно, подошва антилед. Кожа мягкая, все тут не скользкие вон такие. Ждем вас по адресу с 23 по 25 октября. Включительно. Канск, городской дом культуры, улица Ленина, 10. На этом у нас все. Сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». А с вами была Кристина Кущ. Всего доброго, до свидания. С 20 по 29 октября пройдет выставка-ярмарка рыбы от компании «Вкусная рыбная». Большой ассортимент продукции из Камчатки, Норвегии, Сахалина, Владивостока и Чили. Семга, чавыча, форель и многое другое. Ждем вас. Мы находимся в Портор Тур-2 возле магазина «Столица». Трактор Деталь. В магазине «Трактор Деталь» новое поступление запчастей для тракторов и спецтехники. Качество, лояльные цены, оперативность. Выполним доставку на дом. Трактор Деталь. Мы всегда готовы к сотрудничеству. Слуховые аппараты 10 ноября в Канске с 9.30 до 11.00 в городском доме культуры по адресу улица Ленина, 10. Работает профессиональный сурдакустик «Диплом». У нас в продаже только заводские качественные слуховые аппараты производства России, Германии, Швейцарии и других. Настройка с помощью аудиометра для вас всегда в наличии вкладыши батарейки. Справки и вызов специалиста на дом по району 8905-942-4362. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 205-20. Главное управление МВД России по Красноярскому краю предупреждает. Не подавайтесь на уловки мошенников. Если вам позвонили на телефон, представились сотрудникам службы безопасности банка, сообщили, что вашу карту пытались взломать и просят уточнить персональные данные для исправления ситуации, это звонят мошенники. Запомните, такую информацию как CVV-код, одноразовый пароль из СМС для подтверждения операции, номер банковской карты от вас могут требовать только мошенники. Настоящий сотрудник банка не будет выманивать у клиента подобные сведения. Если вам кажется, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию. Давай, шеф! На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба. По техническим причинам просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. Пробегу там телефон. У меня самолет. Смотри новости пятого канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова